В Саратове сотрудники уголовного розыска при участии работников финансовых учреждений помогли горожанам сберечь денежные средства. И речь идет о крупной сумме в 7 миллионов рублей. Так, накануне в банк за кредитом обратилась местная жительница. При этом она уверяла, что деньги ей нужны в личных целях. Лишь пообщавшись с полицейским, она поняла, что могла стать жертвой мошенников и лишиться 1 миллиона 800 тысяч рублей, переведя их по указанию неизвестных на так называемый безопасный счет. Не совершать опрометчивого поступка уговорили жители Октябрьского района. 57-летний мужчина уверял сотрудников банка, что ему нужно перевести крупную сумму денег с одного счета на другой в целях безопасности. При этом он не признавался, что совершает операцию по совету неизвестных ему лиц. Сотрудник полиции убедил горожанина довериться ему и рассказать правду. Тогда он пояснил, что накануне ему позвонили неизвестные, представились с сотрудниками ФСБ, сообщили, что произошла утечка данных и необходимо обезопасить деньги. Как это сделать, подсказал уже некий финансовый специалист, позвонивший следом. После долгой беседы с полицейским, которая строилась на конкретных примерах схем злоумышленников, Саратовец понял, что его пытались обмануть. Он поблагодарил сотрудников финансового учреждения и полицейского за то, что смог сохранить личные сбережения в сумме около 5 миллионов рублей. Что они вам сказали, когда звонили? Я повторюсь, никому ничего не говори. Это все конфиденциально. Ну и все, и действую согласно наших инструкциях. Делай все быстро, без промедлений, иначе твои средства подвергнутся краху. Сейчас я уже как бы, да, уже на 98% понимаю, что это... Ну что, попал я в их расставленные ловушки. Низкий поклон банка, сотрудникам банка и низкий поклон сотрудникам полиции. Напоминаем, сотрудники правоохранительных органов и специалисты банков не запрашивают по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа из СМС, а также не просят перевести деньги на другие банковские счета. Помните, что безопасный и резервный счет – это уловка мошенников. Мошенники не могут заполучить ваши денежные средства и оформить от вашего имени кредит, если вы сохраняете свои персональные данные втайне и не совершаете никаких финансовых операций под диктовку телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись. Будьте бдительны!